Боевики обстреляли Авдеевку из Градов. Реактивные снаряды ударили по городу сегодня в полдень. Люди по счастливой случайности не пострадали, но повреждена железная дорога и высоковольтная линия, которая ведет к Авдеевскому Коксахиму. Не утихают обстрелы и на Светлодарской дуге. Подробнее о ситуации на передовой наш военкор Ирина Баглай. Так, вон, как лезвие. Вон, мелкие ветки. Посмотрите. Эти лезвия, которые мгновенно перебивают деревья, осколки от вражеских 120-мм мин. До войны здесь был питомник елей. За три года, с тех пор, как пехотинцы держат оборону под Донецким аэропортом, у наших военных рука не поднималась срубить деревья, а вот боевики нещадно прореживают заповедник. Я ж куда отлетела. Российские наемники наращивают интенсивность огня. Накануне под Авдеевкой боевики выпустили больше трех десятков мин. Ориентировочно где-то, ну, со стороны терминалов. Обычно откуда-то за дома стреляют или какой-то окоп выкапывают. У них есть хорошее укрытие, скелет терминала, то есть за терминалами элементарно могут поставить. Такими минометными обстрелами противник пытается еще и отвлечь наших солдат. Под огнем к украинским позициям выдвигаются штурмовые группы боевиков. Сюда начинается с СПГ. Пару сюда ракет, а потом уже начинается стрельба. К нам сюда насыпают, отвлекают, а слева или справа пытаются пройти. Но там тоже наши посты не дают. Одна из главных целей наемников – наблюдатели на позициях. На них активно охотятся вражеские снайперы. В блиндаже, кажется, вовсе негде укрыться. Все простреливается. Там же, где пехотное вооружение оказывается неэффективным, боевики прибегают к хитрости. В последнее время наемники все чаще бьют по украинским позициям, прикрываясь стратегическими гражданскими объектами. Для врагов это как страховка – не получить ответный удар. Донецкая фильтровальная станция снова на линии огня. У них там, скорее всего, есть огневые точки, которые они используют в крайние моменты. Какие-то крайние моменты или для каких-то нанесения точечных, райды какие-то, что они отработали, оттуда и ушли. И все. И туда стрелять нам нельзя. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Евгений Малерчук. Подробности – телеканал «Интер» из Донецкой области.